Я хотел просто обратить ваше внимание, что все предыдущие выступающие говорили о своих проблемах в полном отреме от авиации. Даже вот уважаемый президент Арктической Академии общественной очень подробно рассказал о тех проектах, которые делают, в том числе о системе освещения обстановки в Арктике. Авиация вообще нигде не уходимается. Так вот, я хотел бы в двух словах сказать, что этот вопрос гражданская авиация поднимает по необходимости авиационного обеспечения национальных и геополитических интересов России, в Арктике в частности, практически середины 90-х годов, когда мы поняли, что все разваливается. В 2009 году по обращению председателя Совета Федерации Миронова Сергея Михайловича президентом было дано поручение правительству отработать этот вопрос. Скажу просто. До сих пор это поручение находится на контроле, но не выполняется. И причина, на мой взгляд, заключается в том, что практически, как мы поняли из всех многолетних мытарств, нет заказчика на авиацию и нет конкретного исполнителя. Нет заказчика почему? Потому что ликвидировано Министерство гражданской авиации, и совершенно правильно было сказано, что если нет ответственного за это лицо, нет заказчика, потому что, в конце концов, авиация кому нужна? Гражданская авиация в первую очередь. А что касается производителя, то Объединенная авиастроительная корпорация конкретно в своих бумагах написала, что самолеты пассажиром вместимостью от 10 до 50 мест не интегрируются в сферу бизнеса этой корпорации. Вот если бы было Министерство гражданской авиации, такого бы никогда не произошло. И если бы было восстановлено Министерство авиационной промышленности, я думаю, что и этого тоже не произошло. Потому что получилось так, что сейчас Минпромтор в своих предложениях 2012 года рекомендует приступить к рассмотрению строительства самолетов для местных воздушных линий, для региональных линий. После того, как регионы дадут пассажиропотоки, дадут логистику всю, дадут необходимое количество аэродромов, которые должны быть использованы для осуществления транспортного движения в Арктике. Так вот, получается, что как можно получить такую информацию, если фактически у нас было 1300 аэродромов, осталось чуть больше 200. Если у нас населенные пункты практически перестали существовать в Арктической зоне, за 1000 уже перевалило, которые вообще перестали. То есть, кого возить, надо сначала, наверное, думать о том, чем возить, а потом уже говорить о какой-то логистике. Хотя Сибирский округ федеральный, он в свое время дал свои предложения, но они остались тоже на бумаге. И что касается региональной авиации, хочу подробно сказать, что у нас, наша отечественная промышленность вполне в состоянии делать региональные самолеты для Арктики. В первую очередь, это Илюшинская фирма, 114-й самолет, Сибовой. Раньше он делался в Ташкенте. Он сертифицирован. Прекрасная машина, которая может летать. И, кстати, сказать, было поручение о том, чтобы эти машины поставить на лыжи, сделать колес на лыжные шасси. Ледай не хочу. До сих пор, несмотря на то, что Рогозин в свое время сказал, что для Крыма эта машина нужна. Вот я вот там из своих интервью сказал, что машина эта нужна не только Крыму, она всей России нужна. Что касается малой авиации, это у нас вообще вопрос запущенный. Потому что объединенная авиостроительная корпорация считает, что самолеты такого класса должны создаваться на коммерческой основе, в инициативном порядке. О каком авиационном обеспечении может тогда идти разговор? А я вам скажу, что в Самаре, например, разработан гидросамолет, который получает единичные сертификаты. И, допустим, шестилетная машина, они ее делают по заказу. Машина прекрасна. Она может садиться на воду. Она может... Ну, это самолет-анфибия. Взлетела с воды, села на грунт, на лед, на снег, села на воду, вырулила на берег. Понимаете? И машина сертифицирована, и та, и другая. Но нет волевого решения на принятие... Волевого решения принять необходимо на производство этих машин. Поэтому вот мы бились-бились, ходили по всем этим этажам в нашем правительстве, в администрации президента. Пытались продвинуть этот вопрос по возрождению полярной авиации. Хотя бы сделать первый шаг, создать научно-исследовательский центр Арктики и Антарктики. В конечном итоге поняли, что никому это не надо. Хотя все поддерживают. Минэкономразвитие, Минприроды, Минпромтор, все поддерживают. А делать никто не собирается и не хочет. Почему? Потому что нет ответственного человека, который за это дело возьмется. Мы сейчас в Санкт-Петербурге создали, так сказать, частную структуру Лютно-исследовательский центр авиации и специального назначения. Рассчитываем выполнять такой структурой государственные задачи. Хотя, в принципе, государственная политика в этом отношении у нас, на мой взгляд, ну, някто говоря... Отсутствует. Ну, отсутствует. Будем прямо так и говорить. Отсутствует, да и все. Ну, подробно я на честь и наложу. Спасибо за внимание. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!